Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, который принял псевдоним Алехандро Боливар и ведет Великую Колумбию к величию. Рим уже пал, так что можно меня еще и королем римским считать впереди. Следующим, я думаю, у нас будет Венгрия, правда? А, ну да, в принципе, можно объявлять и войну, но если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании, либо в правом верхнем углу появляется. Ну а спонсоры всей серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Давайте, наверное... Я вот только не очень понимаю, почему у меня продолжают отваливаться... А, нет, уже не продолжают, да. 17, 17, 18. Все в плюс идет отлично. Ну, надо, в общем-то, Венгра забирать. Риму я отомстил за войну. Венгр со мной никогда не воевал, но... Раз, два, три, шесть городов. Причем, Сегет и Дьер так себе. Ну, в любом случае... Будем захватывать, я думаю. Так. Тут все восстанавливаем. Тут поплаваем, посмотрим. Может, что-нибудь интересное откроется. Так, теперь еще подумаю. Так, подождите, а где... Это вот тут у меня капер проплыл как раз, да? Угу. Ничего я тут не ломал вроде, ремонтировать нечего. Но надо асьенды строить вместо... 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 Ферм, причем их надо рядом с плантациями строить. Да? За каждые две соседние плантации, блин. Хм, две. Вот тут и одну вижу. Ага, вот тут надо асьенду. Отлично. Брям. Давайте потихоньку подводить юниты. Так, с хатусой я в мире уже, да? Угу. Наука вернулась. 161. Какой-нибудь есть больше науки, чем... Ну, 163, 164. Так как у меня, 197. У Америки, 170 у Конга. Так, ладно. Видно. Ну... Ну... Мне тут не на кого нападать пока фрегатами, пускай тут стоят просто. Эту на автомат поставлю исследовать, хотя проплыть некуда. Ну... Если не считать нуби, то у меня самая сильная армия в мире. Блин, это всё ещё Россия. Я вообще... Майя найду-то или нет? Нет, где? Может она где-нибудь тут вот на... На острове? Кстати, да, вот её границы, судя по всему. Тут ещё один континент есть между этими двумя. Ничего себе. Так, у меня кто-то похитил ускорение. Ускорение. Там пока пускай лечатся. Пушечки подводим. Пушечки подводим. Ну, это из-за того, что я вынес полностью цивилизацию. То есть я тут считаюсь офигительным гудморнингом просто. Давайте, персы. Осудите меня. Осудите меня полностью, но вы не остановите Великую Колумбию на пути к её величию. Это просто невозможно. Давай, давай, все осуждаете меня. Блин, мне с Австралией надо союз заключить. Нормально. По-божески. Так, посольство к нему отправим. Не, главное, вот с ним пас. Хотя и в Швецию уже можно отправлять. Видите, тут Рим, наверное, больше не будет мешаться. Так, индустриализацию открыли. Есть ли у нас... Пингалу можно вернуть. Есть ли у нас уголь? Раз уголь. Раз уголь. Два уголь. Три уголь. Отлично. Это очень здорово. Так, давайте из Рима, наверное, купим. Торговца. Квилей купим. В Арпине. В Анце. Нет, все. Торговцы закончились. Угу. Так, в Богате мы фабрику строим. В Каракасе. В Каракасе. Библиотеку пока. Ну и промышленную зону сюда. Следующую. Какие-то в фабрику. В Картохене. У меня тут нет промышленной зоны. Ну, блин. Я бы здесь на самом деле поставил. Раз тут плюс три. Тут еще надо уголь добыть. Так, ну, сначала давайте все равно строители. Включение технологии. Включение технологии. Ну, тут так мало растет и такое маленькое производство, потому что тут еще лояльность, видите, не восстановилась. Ну, давайте военную академию. Так, индустриализация открыта. Ну, пошли пока в научную теорию. Или в самолеты. Что мне? Ну, у меня все равно авиация через научную теорию. В любом случае. В любом случае. Пока просто подвожу все юниты. Потом я только объявлю войну. В Венгрии, чтобы уже тоже сразу снести. Ну, у него, конечно, еще хуже ситуация, чем у Рима. Кстати, где он? Ну, он чуть впереди меня. Ну, что у него тут может быть? Я думаю, что ему что-то может помочь. Вообще, мне бы... Так, давайте мы, наверное, паровой двигатель откроем, а потом встали варенье. Это как раз броненосец построю. А, не построю, а про апгрейджу. Ну, тут нет смысла Сиэнду столько, что тут четвертый радиус. Там просто... Там просто никто ничего делать не будет. Ну, то есть не достает туда ни один из городов. Так, из Кита бегает. Из Картахены бегает. Из Богаты. Ага, у нас из Богаты нету. Это странно. Почему я не отправил ни один караван из Богаты. Видите, треугольничек дал 2-2-2. Из Картахены бегает. Из Кахокии. Из Куэнки. Из Куэнки бегает. Из Кахокии надо отправить. Так, ну... Пойдем... Попробуем Майя наконец отыскать. Ой, Майя оказывается на своем собственном континенте тусит. Спасибо. так поехали ну вот наш контент примерно понятен и ладно нет все осуждает но я понимаю я сейчас реально воинственен просто вот желание с гитарой наперевес захватывать всех но кто меня осудит время кто-то осуждает сейчас за это можно какие-то войны так я могу похоже торговать ресурсами давайте глянем чем не не хватает цитрусовые крем знаете шелк на них да и табак можно на какао отлично так венгар с кем-нибудь в союзе состоит нет он еще искре воюет отлично так мы так присоединимся к войне а на скрине любит мы не можем к войне присоединиться ну давайте наверно уже объявим официальная война тут оттуда она так как у массе у него союзник ну я не думаю что мы тут много проблем создаст блин я вот жалко что рим не убил одну пушку прокачанную конечно кое повышение интересно куда я могу еще повысить не мне просто интересно куда дальше я могу повысить свои те юниты как и а это и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, походили, походили, походили... Блин, нам как-то уголь побыстрее... А, ну, сейчас у нас уголь и так, бывает, да, у меня стоит... Район на угле... А где еще тут уголь? А, вот тут... А, я прям просто голен, господи... Тоже мой союзник, в конце концов... Военный, кстати... У нас он военный союзник, может он венгру... Войну объявит, она... 37,4 вход, нормально... Приемлемо, я забыл, надо было в начале хода, это плюс 5 к силе... Так, в коэнке промышленный... Давайте тут промышленный... Не хочу опять что-то атаковать... Честно говоря, просто постоим здесь... Ух ты, как больно он по пушечкам... Прошелся... Пожалуй, пушечки надо отводить... Да-да, недалекие глупые... К... Недалеким глупым сделала меня... Безжизненная пустыня, которая была моим... Моей территорией... Зулус? Подождите, а майя где? Я же ставил майя... Или еще есть цивилизации... Все другие народы... Блин... Я же ставил майя, что это за хрень? Нормально... Существо... Безусловно... 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 Это... Не, ну это какой-то бред... Я не понял... Я поставил майя... Он не... Они не появились... В игре... Безусловно... 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 Так... Это я что ускорил? Стали варенья как раз... Там еще угольную шахту надо построить... Вообще-то... Ну это следующим ходом... Промышленная зона... Ммм... Давайте, наверное, тут рабочую будем делать... Раз у нас лян сидит... Мы ее еще сейчас апнем в... Аквакультуру... И тут все вокруг обстроим... Шесть производства... Нормальненькое... О, там Россия и все войну берем... Какая русофобская партия у нас опять... Что за фигня? Почему постоянно России все объявляют войну? Так... Как мне тут максимизировать атаку этих Лионера? Во-первых, так сделаем... Подвисло что-то... Ну а я не первый, кстати, кругосветочку совершил жаль... да ну конечно посложнее когда 74 оборона у города но я сейчас во рту выйду апнул бомбарды а стоп меня нефти меня надо еще и в нефть выйти кстати сначала в авиацию тут первых аэропорта во вторых наблюдательный воздушный шар а потом я еще не успею просто угольные электростанции построить для апгрейда а так ну пишет полностью окружен gear и атаковать нему так что просто постоим тут а амбарную расти тут некуда а какая тут гавань 2 тоже так себе я имею ввиду жилья не хватает все равно может так и и дуб поставить знаете наверно сюда пост хотя вот тут извержение дайте ра сюда поставлю крик стоп промышленную зону если захочу ставить промышленную зону вот здесь у нас будет кампус скорее всего промышленную зону мне собственно и негде ста ладно хотя к иду все равно сюда и дальше пойдем в урбанизацию блин не апнул пушка я вообще даже не представляю куда и всех все народы повстречали сделали круга светочку ну тут то что мы в героический век видим это по-любому и по делу я так и не понял почему у нас мая не появился блин и с торгом вообще тяжело брать но без арты его не взять а у меня как раз арта сейчас будет так ускоряем стали варенье просто на автомат отправим плавать ну вот полностью прокачивать типа было написано что я могу дать уровень этому я ну как видите это невозможно просто потому что тут все уровни уже даны уже как приятно захватывать города тех цивилизации которых ты боялся в начале а а теперь просто гнобишь у меня 2 юнита на клетке интересно так насколько тут 74 виктора пересаживаем пишет скоро и венгрии на карты на картине будет но появится действительно великая колумбия это колумбия будет настолько велика так офигительно так мы наверно постоим подождем арты иначе нам тут просто нечего захватывать эстергом с одной клетки дьер как-то я даже не знаю оставлять его или нет наверное будет катя дьер сначала захватить потом мы наверно польшей с шотландией займемся а мы бегать на своем каком-то острове тушит и и я думал это границы майя это еще один город нуби венецианочка построил давайте наверное венецианку очередь хатусы на уку дает нормально культурные гэшки мне нафиг не нужны ну и все пока тогда пока ничего не используем но я не пойду на истребом тут одна клетка я наверно я наверно дер бы пошел но опять же хочу дождаться в следующем году у меня арта будет постоим полечимся почему я тут нету чуть не могу чего не мог там встать в защиту не очень понял не было такой кнопки фегасия он пытался убить моего льонеро америка смертной пытается потребовать ничего себе и он конечно первый по науке но его там с двух сторон по моему австралия с японии пилили и как бы еще пытаться на меня наезжать не самая лучшая идея по моему открылась карта потому что у нас 2 2 союза со швеции ну да тут кри хорош ну а вот определите у венгра сколько гор я сколько не играю вот сколько что я играл прошлую партию за венгрию да что вижу кто играть за венгрию у них всегда почему-то такие офигительные горы ну конечно нам нефть нужна теперь они себя пушкой подойдут ее точно замордует ну видимо стоим стоим ждем нормальные пушки боже мой сколько веры накапало ух ты для ракетостроения парень очень неплохой так торговца я куплю еще не технологии вероятность победу прокачаю а слушайте тут еще и шпионы сразу работают у колумбии то есть не надо ход ждать вообще охренеть вообще вот это вот то что они еще прокачку получают прям по моему лучшее то есть у меня как бы добивает все таки тоже уровень но принятие вы не могу никак и ваншот принципе да ё-моё серьезно ну ладно сейчас убьем так это чтобы вот эти все получали бонус за соседство с леонеро не но 99 силы это просто какие-то читы подъехали просто нельзя так такие юниты делать нельзя как это можно убить вообще обычными юнитами этой эпохи в этот момент такой взял почему этому страну не открываю они иду в нефть да я создаю империю подобную восходящему солнцу так уже ослепительно полностью согласен с тобой парень а я жду когда я ускорю двумя угольными электростанциями следующим ходом ускорю поэтому поехали в переработку а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Убит. 92. Я понимаю, что тут поражение, потому что защита города, но просто от юнитов подобные, вот другие юниты, ну никак не могут. Ну это, ну сколько вот у гусара энгерского? 65? Просто как вот воевать с такими юнитами? Продолжаем денежку тырить. А мы еще можем, кстати? Нет, не можем больше шпионов сделать. Говорит, не хватит способности мне управлять с слишком большим количеством земель. Петр, великий, мне говори. Вообще, конечно, уже стоило бы провериться, что со мной Петр разговаривает. Больше, что-то требует. Я уже один раз напала, получила по мордасам, заплатила дань и еще раз нападает. Не нападает, точнее, выделывается. Так, я могу корпуса делать. О, уже сразу 4 нефти капает. Это что тут под? Под экведуком нефть. Здесь нефть. Блин, жалко. Не знаю, не хочется тут убирать нас. Айкоинка прямо на нефти стоит. Отлично. Так. Это апгрейдим во рту. Да, блин, почему не могу... Что все в холмах-то тут? Да, ну тут, конечно, тяжело со всеми этими горами будет браться. Так что, пока я на этом закончу серию. Но явно в следующей Венгрия падет. Я вот только думаю, наверное, на Шотландию идти, а потом уже на Польшу. Шотландия вообще разваливается. По-моему, кстати, Крис с кем-нибудь воюет с Венгрией. Но что-то у него как-то слабенько это получается. Даже Дебритсен без стен не может забрать. Будо 85. Ну, тут без артиллерии это просто нереально было бы. Я думаю, что мне надо еще арту прикупить просто и корпуса сделать. 760. А корпус? Может, мне просто корпус купить? Лучше они... Что это? Это, считайте, две арты я за 1290 покупаю. Собственно, еще я сразу куплю. Просто потому что, ну, мне вот эти города без арты очень тяжело. А двумя корпусами это будет... Они будут просто улетать. А, не хватает... Не, всегда я куплю корпус бомбард, тем более дешевле будет. Потом апнук, когда нефть следующим ходом накопится. так что заканчиваю на этом эту серию. Спасибо, что смотрите. Вроде немного все у нас улучшилось. на всяком случае, по науке, по количеству науки я еще не впереди, он Америка впереди, но уже более-менее на третьем месте. Понец 48, 43, 43. Нормально, нормально. Так, по религии давайте глянем, сколько тут... Ну, тут крик, кстати, 37, а Россия на втором месте, 31. Нормально. Две религии, православие. все путем идет борьба. Ладно, играйте в умные игры, продолжение завтра, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok